Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Вчера я забрела косичку и легла спать. А сегодня у меня получилась такая объемная классная прическа. Даже ничего не делала. Просто сделала здесь хвостик. Очень круто выглядит. В общем, сегодня у нас рыбка, картошка, салатика оливье. Давненько его хотела. У кого-то из мукбангера видела. И думала, блин, надо приготовить сегодня с утра. Я приготовила. Здесь у нас отварная брокколи. Давайте приступим. Приятного аппетита всем, кто кушает. Я его приготовила с курицей, но обычно в детстве всегда готовили с колбасой. У нас просто сложно найти хорошую колбасу. Местный производитель очень невкусно готовит колбаску. Особенно если ты хочешь докторскую. Гиблое дело. Наверняка вам уже надоела тема с твиксом. Я просто не могу об этом не рассказать. Спросить у вас совета. Может, кто-то сталкивался. Я просто уже не знаю, что делать. Вот реально, я не знаю, что делать. Мой кот опять начал болеть циститом. Я понимаю, что это не к столу. Многим надоела эта тема. Первый раз мы сделали лечение. Я подумала, может быть, доктор некомпетентен. Поэтому у него опять обострился этот цистит. Но сейчас прошло, не знаю, две недели. Нет, не две недели. Прошел где-то месяц. И у него опять. То на лапхе болячка. То это. Не поймите меня неправильно. Мне абсолютно не сложно с твиксиком пойти к врачу. Сдать эти анализы. Там не знаю. Ходить на капельнице. Мне просто жалко животное. Сейчас в комментариях начнут, наверное, а ты что-то делаешь не так. Все предписания врача. Строго специализированный корм. Специализированный жидкий. Вроде бы все хорошо. Но он не выздоравливает. То есть в какой-то период ему становится лучше. А потом опять напишите, пожалуйста. Мне очень нужны ваши советы. Потому что в первый раз, когда я рассказывала про это, в комментариях мне девчонки писали Айка, если ты думаешь, что так легко будет избавиться от этого заболевания, то ты сильно ошибаешься. Это все возвращается. Почитав эти комментарии, я подумала, ерунда. Вылечимся и все. И вы знаете, все началось после того, как к нам домой пришел мой друг в детство. Я думаю, может быть, он испугался. Цистит же бывает на фоне стресса. Может, он как-то испугался. Поэтому, возможно, видео будет выходить реже. Потому что мне просто будет некогда. Прошу, опять же, не писать всякую фигню, что ты достала со своим котом, выброси его на улицу, откуда взяла и так далее. Я считаю, что домашнее животное это, прежде всего, огромная ответственность. Если вы приняли решение с улицы взять котенка, то вы уже и в горе, и в радости, и в проблемах всегда должны его поддерживать и быть с ним рядом. Что я, собственно говоря, и делаю. Как бы оно ни было, мы его будем лечить. Посмотрим, чем это все закончится, как оно будет. Вы знаете, я не верю в такие вещи. Такое ощущение, что на него кто-то навел порчу. Вот реально такое ощущение. Только решили вопрос с циститом, у него на лапке появилась болячка. Только-только лапка заживает, опять цистит. Сейчас вылечим цистит, хвост отпалится или еще что-то произойдет. Я уже не знаю. Ну, к сожалению, вот так вот бывает. Поэтому, если вы планируете купить себе котика или собачку, может быть, у вас будет кот, который 15 лет будет жить у вас, и с ним будет все окей. А могут быть и вот такие проблемы. Например, у меня у двоюродной сестры, которая, кстати, приезжает. Помните, я вам говорила, о том, что она скоро приедет, и мы с ней вместе будем снимать мукбанки. Мукбанки, влоги, гулять будем по городу. Много чего я буду снимать для вас контента. Это, скорее всего, будет в конце ноября. В общем, у нее есть кошка Боня. И она, наверное, лет 10 или 13 живет у них. Ну, очень давно. Я не помню, чтобы хоть раз из-за чего-то они куда-то обращались. То есть, вообще, кошка беспроблемная. Такая красивая. Ну, по-разному бывает. Так что, это не показатель. Там некоторые мне в комментариях пишут, у тебя же кот совсем молодой. Не могут быть у него такие проблемы. Ты что-то делаешь не так. Животные, так же, как и люди, болеют и молодые, и пожилые. Иногда бывает, человек до 90 лет доживает нормально. А бывает, наоборот, что всю жизнь болеет. То есть, прям, возраст не является таким, знаете, фактором, что вот он не может болеть. Короче, не знаю, что делать. У меня, если честно, уже такой надежды, что он выздоровеет и больше никогда не будет болеть, у меня уже нету. Потому что уже третий раз одно и то же. Как вы думаете, вообще, может быть, это из-за стресса? Прикиньте, я сегодня иду гулять и кушаю рыбку. Я просто не подумала. Вот что, все купила, нарезала. Села снимать видео, потом вспомнила. Я же сегодня ухожу. А потом сама себе, знаете, такая подумала. Ничего, салатика поем, а рыбку оставлю. Я так люблю эту копченую рыбу, прям не могу. Не удержалась, один кусочек съела. Потом думаю, где один, там и второй. Еще я обожаю чеснок. Обожаю. Однажды даже я на историю пришла, наевшись чесноком. Меня уговорила бабушка, что консервированный чеснок никак не пахнет, так что ешь смело, не пайся. В общем, я поела консервированный чеснок, пошла на историю. Я очень жестко опозорилась. Прям, наверное, запомню это на всю жизнь. Мне было очень сытно. Меня учительница, можно сказать, выгнала. После этого я вообще консервированный чеснок не ем. А чеснок ем только на ночь. Иногда бывает, что даже утром пахнет неприятно. Мой, кстати, друг детства, ему так понравились роллы. И причем с первого раза он так взял эти палочки и как будто всю жизнь ест только палочками. Я начала на нем прикалываться, говорю, ты, наверное, меня обманываешь, что до этого не ел роллы. Реально было такое ощущение, что он очень много раз ел роллы, хотя он мне сказал, что первый раз роллы я буду пробовать именно с тобой. Причем уже давно он мне это говорит. Я была в шоке. Во-первых, они ему очень понравились. Во-вторых, он так кушал, прям все правильно. В общем, такие дела, ничего позитивного, ничего радостного, хорошего. Мне в комментариях пишут девчонки, что рассказываю о чем-то позитивном, хорошем. Позитивное должно происходить, чтобы об этом вам вещать. Я же не могу просто придумывать что-то хорошее, что у меня произошло в жизни. Поэтому рассказываю то, что есть. Руки в ноги, опять лечение. Всех люблю, целую, не болейте, берегите себя и своих хвостиков. и своих хвостиков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!